Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Виола Огородникова, автор и ведущая онлайн-проекта «Архитектор тела». Здравствуй, Виола! Здравствуй, Маша! Очень рада видеть снова тебя в нашей студии. Не случайно столько месяцев ты на экране не появлялась, так как ты находишься в интересном положении. И сегодня как раз поговорим об этом, как меняется тело будущей мамы, в каких триместрах что происходит, и как ты справляешься с совершенно новыми для тебя моментами, которые ранее не происходили в твоем теле, в твоем организме, и как все это коррелируется с теми методиками, которыми ты в совершенстве владеешь. Маша, ну, конечно, привыкнуть к тому состоянию, в котором ты находишься, невозможно. Потому что каждый раз что-то растет, что-то меняется. И состояние, наверное, беременной женщины, оно напоминает такую падающую, постоянно падающую вазу, которую ты ловишь. Потому что здесь надо поддержать, там надо поддержать. И, наверное, в момент, в период беременности уже что-то исправлять в своем теле просто нету возможности. Есть возможность только как-то поддержать и как-то уравновесить, и помочь себе. И, конечно, в этом смысле я настоятельно прям рекомендую всем девочкам, которые просто задумываются о том, чтобы, может быть, через какое-то время забеременеть, все-таки присмотреться к своему телу и начать решать какие-то вопросы в нем. Очень много, я наблюдаю, вот прям подростков девочек, молодых женщин, которые ходят по нашей лыжероллерной лазутинской трассе, у которых стопы вывернуты наружу, бедра скручены внутрь. И я понимаю, что это прежде всего самая первая группа риска, которая столкнется, скорее всего, в беременности, с тем, что будет зажимать седалищный нерв, будут какие-то сложности с прохождением ребенка через родовые пути, потому что очень важно, чтобы таз был правильно отстроен. Тут даже когда все хорошо, и то куда-то что-то скручивает, и ты начинаешь с этим разбираться, обращаешься либо к остеопату, делаешь свои практики, которыми ты уже овладел до беременности. Поэтому по возможности все-таки привести себя в порядок максимально, насколько это возможно, до беременности. Как правильно подготовиться к этому процессу? Есть, конечно, несколько отдельных этапов и пластов, я бы сказала, которые никак не пересекаются между собой, но в то же время они составляют такой очень хороший пласт подготовки. Это прежде всего, конечно, тело. То есть мы должны посмотреть, что у нас происходит у девочки, у девушки, у женщины со стопами, вернуть их на место, поставить бедренные кости на место, посмотреть, что с поясницей, то есть так, чтобы у нас все-таки не было никаких серьезных проблем, все-таки решить с этим вопрос. Обязательно решить вопросы с нашей осанкой, потому что когда мы сутулимся, у нас идет набегание грудной клетки на живот, и, как правило, это еще очень сильно спазмируется. Связано это, может быть, с нервной системой, может быть, просто девочка так росла и формировалась, и уже такие зажимы сформированные произошли. И очень важно все-таки раскрыть грудную клетку, раскрыть диафрагму, для того, чтобы ребеночку было где помещаться, и чтобы вам было комфортно. Потому что когда все меняется, я это чувствовала в первом триместре, я еще не знала, что я беременна. Я готовилась к съемкам на телеканале ТВЦ, по-моему, и думаю, да что такое. Я поделала упражнения, и на следующее утро меня стянуло. Думаю, странно, раньше помогало, держался эффект. Неделю минимум, а сейчас меня стянуло просто невероятно. То есть вы можете чувствовать вот эти изменения уже даже не зная, что вы дременны. То есть тело уже, в общем, сигнализировало тебе о том, что что-то идет не так. Точнее, все ведь шло так. Да, но просто это было очень странно, да, и необычно. Поэтому здесь полностью все-таки привести себя в порядок. На самом деле, часто думаешь, с чего начать. На курсах, которые, опять же, предлагаются мной в онлайн-формате, это уже полностью зацикленная история. То есть это полный цикл прохождения своего тела и подготовки его, по сути, в том числе к этому прекрасному состоянию. То есть это стопы, ноги, таз, спина, грудная клетка. А дальше уже можно все это шлифовать, совершенствовать, но уже быть более спокойным. Почему? Потому что эти техники, они будут с вами и во время беременности. И вы можете уже их брать и спокойно выполнять, не переживая, что вы делаете что-то новое для вашего тела в этот достаточно непростой для нашего тела период. Вот. Ты сказала слово техники. В этой студии неоднократно показывала несколько курсов, которые направлены на различные группы мышц, на разные части тела нашего прекрасного. Вот все-таки что тебе помогло и чем ты пользовалась, ну и пользуешься до сих пор во время беременности. Если мы говорим там про первый триместр, ты не понимала, потому что еще просто не знала. Но уже, я думаю, когда все стало понятно, все встало на свои места, то здесь, наверное, ты уже подключила все свои знания в том числе. Вообще, конечно, из триместра в триместр у нас разные ощущения, разные процессы в теле происходят. И мы по-разному тренируемся и вообще можем тренироваться. Все очень индивидуально. И зачастую в первом триместре девочки переживают такой процесс токсикоза, и говорят, что вообще встать не можем, лежим. И можно просто делать определенные практики в постели. Мы про них говорили. Не помню, снимали мы передачи с ними или нет, но они есть в курсах, они зашиты. То есть можно просто лежать, класть мячики в определенные точки, и вас будет уже отпускать. То есть можно делать эти техники в постели, хотя бы для того, чтобы тело за счет дыхания, за счет воздействия определенного мячей на соответствующие точки раскрывалось и все-таки не стягивалось так сильно. Если вы чувствуете себя хорошо, я себя чувствовала прекрасно в этот период, хотя, мне кажется, я чувствовала себя более беременной, чем во все остальные триместры. Потому что в это время мы все-таки набираем больше воды, у нас больше крови появляется. То есть такая может появиться отечность, то есть такое ощущение, что нас очень и очень много. И мне помогала как раз работа с диафрагмой, работа с дыханием. Ходить, как я обычно это делала, много не получалось. То есть все-таки какая-то утомляемость была в большей степени. Во втором триместре уже, конечно, как правило, мы чувствуем больше энергии. Вот в это время можно тренироваться. Токсикоз уже отпускает. Мы чувствуем очень много энергии. Кто-то говорит, что он делает столько, сколько никогда в жизни не делал. То есть у всех по-разному это происходит. И, наверное, важно очень подобрать для себя какие-то практики, которые будут именно вам хороши. И для этого нужно быть в контакте со своим телом и чувствовать. Например, очень рекомендуют бассейн. Бассейн вообще не моя тема. То есть у меня просто спазмировался живот от бассейна. При этом море мне очень подходит. То есть там было все прекрасно. И не только мое восприятие бассейна такое. Есть часть девушек, которая говорит о том, что бассейн вообще не подходит. Есть очень полезные позы из йоги, которые просто человеку могут не подойти, быть просто что-то неприятным в животе. Поэтому важно чувствовать, если вам говорят, что это очень полезная поза, а вам от нее плохо, это не ваша поза. Да, она полезная, но не для вас. То есть просто пойти, например, на йогу для беременных. То есть если вы до этого ходили на йогу просто, вы все-таки меняетесь, и это надо признать, принять и просто уже заниматься своим телом в новом состоянии. И уже жить по законам того, что диктует состояние. Сейчас прекрасная погода, да, можно гулять, и это очень хорошо больше двигаться. Все-таки если вы работаете, вам приходится это делать. Все-таки находить время и гулять, обязательно дышать, раздышивать свое тело. Мы сегодня, кстати, это поделаем. Ну и, конечно, последний триместр, в котором я уже нахожусь, это время таких мощных изменений. И мне, если честно, очень помогает, помимо тех упражнений, которые я делаю, их уже хватает где-то, наверное, часа на полтора-два. Потому что животик может расти буквально раз в три дня. Я чувствую, насколько он подрос. И сразу же это отражается, естественно, в тазу. То есть это может быть какие-то неприятные ощущения в крестце или в пояснице. Я делаю упражнения какие-то в постели, какие-то просто на полу. Но мне, например, очень помогает работа с остеопатом. Это очень показано, особенно перед родами. Хотя бы два-три раза сходить к остеопату, к хорошему только. Для того, чтобы ребеночек правильно вставился, для того, чтобы тазовые кости правильно стояли, и он хорошо зашел в родовые пути. И было поменьше каких-то травм. Поэтому максимальная помощь самой себе. Ну и, конечно же, вот этот момент, который не надо забывать. Конечно, мы в этот период очень сильно меняемся. И это очень непривычно. И для многих девушек на самом деле это травматично. Потому что где была талия, там стал пузырик. Он растет. Очень милый. Очень милый. Но тем не менее. То есть сложно найти вещи, которые были бы красивые. Потому что для беременных это какой-то кошмар продается. То есть ты уже там как-то пытаешься выглядеть хорошо. Плюс кто-то уходит в депрессию, что он вообще меняется. Какие-то отеки, еще что-то. Вы прекрасны. И в любом случае можно находить всегда поддержку. Общаясь с другими людьми, выходя в целом в какие-то кафе, не знаю, на прогулки. И люди очень здорово поддерживают. Они вам улыбаются. Они говорят комплименты. И на самом деле так и есть. Вы замечательны. Вы прекрасны. Это видим сегодня в нашей студии. Спасибо. Виола, ты прекрасна. Беременность тебе только к лицу. Мне кажется, энергии стало еще больше. У нас не случайно находятся в студии полотенца. Давай, может быть, покажем. Нам они пригодятся, конечно. Что мы будем сегодня с ними делать? Это самое простое упражнение. Вы можете брать не такие полотенца, обычные. Вы можете, например, если вы идете на прогулку, взять, купить себе в декатлоне полотенце спортивное, чтобы оно помещалось в какую-то сумочку, и дышать. Обычно зачем и кому это упражнение нужно? Это упражнение нужно абсолютно всем. Очень оно пригодится тем, у кого была большая грудь изначально, стало еще больше. И это обычно проблемы с сутулостью и со спиной, потому что это большая тяжесть. Это может касаться девушек, которая может быть абсолютно нормальная, да, или маленькая грудь, но которая с сутулой, и это касается девушек, у которых замечательная осанка, но нас все равно начинает тянуть вниз, да, и ничего здесь не поделаешь. Упражнение это позволяет раздышаться нам, раскрыть дыхательную мускулатуру, то есть просто ее потренировать, и вы сможете таким образом дышать в обычной жизни гораздо глубже, и получать и снабжать своего ребенка большим количеством кислорода, что очень-очень важно. Итак, у нас с Машей небольшие полотенца, я специально взяла примерно один и тот же объем грудной клетки, вы можете взять побольше, то есть подлиннее. Мы возьмем и сложим вдвое, так, чтобы у нас было где-то вот сантиметров 20, да. Теперь наша задача обхватить себя полотенцем за нижние ребра, да, то есть вот прям вниз грудной клетки, и по возможности, стянув, сделать вот такой замочек рук, так будет гораздо удобнее. И сейчас мы сделаем глубокий вдох, вот зачем мы берем полотенце? Для того, чтобы мы чувствовали по всей окружности грудной клетки, как у нас происходит захват, и когда мы будем сейчас вдыхать очень глубоко, при этом сдерживая руками полотенцем свою грудную клетку, мы будем чувствовать, как у нас вся грудная мускулатура работает по всей окружности. Сделаем глубокий вдох, и выдох. И на выдохе почувствуйте, что хочется немножечко, да, сузить, да, то есть немножечко себя взять поуже. Делаем вдох. Почувствуйте, как на вдохе у вас еще грудная клетка, как будто тесто, да, из кастрюли выбегает и уходит вверх. То есть вы как будто вытягиваетесь и приподнимаетесь. И выдох. Можно сделать три раза, чтобы вы почувствовали. Мы сделаем два, и вот на этой линии мы сейчас сделаем три довдоха. То есть, Маша, мы сейчас сделаем вдох, задержим дыхание. Из той точки, на которой мы остановились, еще довдох, задержим дыхание. И попробуем сделать третий. Это, конечно, уже левелап, но, тем не менее, я думаю, получится. Готово? Сделаем вдох. Задержали. Довдох. Задержали. И если получается, третий довдох. И выдох. Мне кажется, я уже розовею. Да. Цвет лица, кстати, тоже улучшается. Еще сделаем вдох. Задержка. Да-вдох. Да-вдох. И выдох. Вот можно почувствовать, что третий раз не у всех-то и получится. Да, очень сложно это сделать. Да, сложно, сложно, правда. Если вы чувствуете, что... Это как раз дает нам увеличение объема легких. Это развитие дыхательной мускулатуры. Мы, наконец, помимо того, что у нас объем легких увеличивается, а в английском вот грудная клетка, это называется rib cage. Да, то есть это прям клетка. Действительно так и есть. Ну, клетка для птички, клетка для ваших легких, для дыхательной мускулатуры. И когда у нас еще наши дыхательные органы, они стянуты мышцами и ребрами, да, вот как-то, ну, совсем нас стянуло, то дышать просто не получается. И наша задача здесь проработать и удлинить, и создать какой-то объем в дыхательной мускулатуре, что мы сейчас и делаем. Итак, чуть выше. Вторая линия. Здесь уже мы не стягиваем себя, потому что здесь у нас молочные железы. Поэтому наша задача очень хорошо обхватить себя сзади, почувствовать, что как будто бы мы о спинку автомобиля опираемся, да, то есть нам удобно, хорошо, как в гамаке. И ощущение устремления вектора движения рук вперед, да, диагональный вперед. Делаем вдох. Да, вдох. Да, вдох. И выдох. Можно это выполнять упражнение сидя, как мы с Машей. Если вы чувствуете некомфортно себя, может быть, да, вы сутулитесь, можно это делать стоя. Еще сделаем вдох. Да, вдох. Да, вдох. И выдох. Маша, не кружится голова? Все в порядке? Чуть-чуть. Вот если вы делаете это упражнение, конечно, у нас гипервентиляция происходит, у нас воздух поступает больше, поэтому голова может кружиться. Поэтому первые разы, особенно если вы беременны, делайте все-таки сидя. И можно делать не три до вдоха, а два до вдоха. Если вы чувствуете, все равно кружится голова, делайте просто вдох-выдох, как мы делали в начале. И третья линия, это линия под мышками, да, то есть это верхняя часть грудины. И здесь вдох. И просто выдох. То есть если кружится голова, делаем спокойный вдох глубокий. Вы можете делать паузы, отдыхать между вдохом и выдохом. Давай сделаем передовдох один раз. Вдох. Да, вдох. Да, вдох. И выдох. Ты чувствуешь, как кружится, да, начинает приподниматься, да, и шея освобождаться. Давай еще раз. Мне понравилось. Вдох. Да, вдох. Да, вдох. И выдох становится очень жарко. Отлично. Очень, да, это правда. А если бы мы стояли, например, сидеть себя, сидя очень сложно отследить ощущения, но может быть ты почувствуешь, что какая-то появилась подвижность позвоночника и легкость в спине. И попробуй сделать вдох-выдох. Ну, мы, конечно, совсем мало сделали. Делали желательно. Ну, легче стало. Мне кажется, легче. Легче, да. Мы с тобой сейчас даже говорим. Как будто свободнее немножко. Немножко, да, 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 действительно. Поэтому делайте это упражнение особенно. Независимо от того, в каком вы состоянии. Независимо от того, в каком вы состоянии. Правда, если вы хотите улучшить свою осанку, если вы хотите сейчас, да, всякие инфекционные были заболевания разные, не будем больше к ним возвращаться. Но если вам нужно профилактических целей, или вы перенесли простудное заболевание, это все будет только в плюс. Конечно. Такие нехитрые упражнения можно взять с собой, ты уже сказала об этом, если вы отправляетесь в парк, взять с собой полотенце, кинуть его в рюкзачок, водичку и спокойно, наслаждаясь прекрасным воздухом, прекрасными видами, сделать, потратить на это 5 минут буквально, сделать эти нехитрые упражнения. Почаще, по 5 минут, идете 6 километров, я тут прошла 3 дня назад 10 километров, да, встали, подышали, потому что порой бывает, еще же беременный ренит случается часто, это когда у нас происходит заложенность носа из-за расширения сосудов, да, и дышать правда нечем, то есть ты вроде бы и не устал, готов идти, а вдохнуть нечем, и вот эти вот упражнения, они хотя бы позволяют, что делать, чуть больше поглощать кислорода, потому что когда заложенность идет носа, ребенок тоже недополучает кислород, и вот такие вот специальные упражнения, насильственные можно сказать, да, потому что мы здесь все-таки делаем с усилием вдох, они позволяют все-таки восполнить недостаток кислорода, поэтому делайте их почаще. Ну и самое главное, в этот прекрасный период не нужно ничего откладывать на потом, думать, вот сейчас родится ребенок, и я займусь, и все восстановлюсь, вот не стоит так делать, правда? Что бы ты посоветовала всем тем девушкам, женщинам, которые готовятся или которые уже вошли в этот период, уже беременны, все-таки следить за своим телом, за своим здоровьем, за своими ощущениями? Следите, конечно, за своим телом, начните интересоваться до беременности, что нужно сделать, сдайте анализы, сдайте анализы на железо, на П12, это то, что вам не посоветуют ни в одной поликлинике, потому что просто нет прописанных таких инструкций, но то, что очень сильно сказывается потом на здоровье ребенка, на вашем состоянии, да, это железо, это то, что, как правило, просто не проверяется, да, то есть проверяется в самый последний момент, и вы можете просто подготовить свое тело и с точки зрения биохимии какой-то, и с точки зрения самого тела, и прийти в это состояние, ну, по крайней мере, понимая, что вы сделали все, что вы могли для того, чтобы прожить этот период максимально гармонично, и потом вам уже в течение беременности будет гораздо удобнее, комфортнее проходить этот этап, ну, и даже если что-то случается сверхординарное, вы понимаете, что вы готовились к беременности, а у вас одно разваливается, другое, это прекрасная возможность познакомиться с новыми специалистами, да, собрать такое очень потрясающее ожерелье каких-то интересных людей, которые будут вам помогать и в течение беременности, и уже после, да, вас восстанавливать, и, девочки, на самом деле, времени не хватает, думаешь, боже мой, 9 месяцев, это такое, много, это такой длинный период, как люди его проживают, очень мало, очень мало, и сейчас я понимаю, что у меня такая начинается, но не то, чтобы паниканно думать, так, я здесь не успела, здесь не успела, как все успеть завершить, подготовиться, просто полезную какую-то, если вы читаете информацию, не надо читать чаты, люди очень разные, у всех все по-разному происходит, лучше работать со специалистами, получать грамотную, хорошую, качественную информацию, ну и, собственно, окружать себя людьми, которые вас поддерживают. Виола, спасибо за интересную беседу. Маша, спасибо большое, очень рада была. Желаем тебе удачи. Благодарю. Вы смотрели программу «Формула здоровья», берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok